Мы родом из России, но уже давно живем в Японии, в Токио, и уже очень много лет, больше 13 лет мы в Японии. Алексею 13 лет, он знает только японский язык в совершенстве, в школе они изучают еще английский немножко, и сейчас он учит русский. У него были проблемы с русским именно с произношением, с детства я его пыталась обучать русскому языку, но он отвечал мне только на японском. Он не мог писать, у Алексея уровень чтения был нулевым, никак не получалось у нас научить его, не было интереса у ребенка совсем. Мы занимались самостоятельно, мама высылала книжки русские, мы даже первое время учили буквы, но его хватило ненадолго. Результат был почти сразу. Алексей после каждого урока бежал и радостно говорил мне, мама, посмотри, я знаю алфавит, мама, смотри, я могу читать. Я заметила, что после того, как Алексей стал заниматься в школе, он стал со мной чаще говорить на русском. Если раньше ребенок говорил только на японском, даже если он слышит мою русскую речь, в ответ я получаю японский. Но сейчас он постоянно старается говорить со мной на русском. И он стал также писать мне сообщения на русском языке. Он хорошо читает на русском сейчас, он практически не ошибается, старается. Я очень довольна результатом, это за такой короткий срок ребенок говорит, ребенок пишет и читает. Потому что я русская, мне бы хотелось, чтобы дети могли со мной говорить на русском. Это приятно, можно посекретничать иногда, чтобы никто не понял. Мне хотелось бы, чтобы Алексей имел связь с родственниками, мог бы разговаривать с бабушкой. Школа потрясающая, очень удобная. Я рада даже тому, что после уроков Алексей с радостью делает домашнее задание. Ему нравится, что это все в игровой форме. И также очень удобно сделан сайт, где можно с легкостью поменять дату, если вдруг вы не смогли заниматься в этот день. Хочется поблагодарить, сказать большое спасибо школе Кицкей, учителям и за их работу, за их терпение. Я довольна, мои дети довольны. Спасибо вам большое. Кицкий! Спасибо. Спасибо. Спасибо.